Не крутится, вот он, вертушок Ой, если пальцем утонуть, он начинает крутиться, но по прошествии какого-то времени он опять берет и останавливается До этого у него выгорела схема питания, поэтому видите, он так-так-так-так-так-так-так-так все, без баланс и он останавливается, при этом видеокарт начинает сильнее греться До этого у него выгорела схема питания и пришлось вот запитать напрямую, сейчас его сниму и примерно покажу, что да как Ну и в итоге мы получим вот такая же видеокарта вот что-то типа вот этого что у нас крутится вентилятор Когда схема управления у меня сгорела вентиляторами, был сделан такой переходничок вот здесь от платы был отсоединен вот этот коннектор и напрямую просто вот мы его запитали и он тут вот он от блока питания через обычный Molex стандартный Самое проблемное в этом это вот из этого разъема вытащить вот этот маленький разъем ну путем с той стороны подпихиваем тонкую плоскую отвертку в это отверстие посерединке где у нас вот с этой стороны находится вот этот язычок и потихоньку подцепляем и она у нас вытаскивается ну а вот причина почему у нас перестало работать то есть вот здесь на плате выгорело здесь я вижу один элемент выгорел ну часто выгорает 2 и 3 иногда что все хорошо а вентилятор у нас перестанет крутиться но при этом видеокарта у нас на гарантии и с вентилятором мы ничего сделать не можем вот этот вентилятор неразборный смазать его смазка бы спасла но смазать его невозможно то есть его можно попытаться сорвать с клетчатки но можно его поломать тогда мы лишимся гарантии либо снизу выкрутить его и проковырять дырку в пластике и залить маслом ну делать мы этого не будем а установим сюда внешний вентилятор охлаждения как можно сделать то есть допустим если у вас не крутится все 3 вентилятора и при этом ничего с этим вентилятором сделать нельзя ну то есть это тоже вот уже плохо крутится можно прибегнуть вот в такой схеме то есть у меня блок вентиляторов 3 штучки их сюда крепим на обычное ну я креплю вот такими проволочками стандартными которыми все компьютерные кабеля перекручены то есть между собой их соединяю можно воспользоваться стяжками то есть вот такой блок охлаждает он процентов на 30-40 хуже чем вот этот родной блок но при этом можно работать вот здесь у меня 3 молекса спаяны в один чтобы я мог блок питания подцепиться к одному и не тратить 3 молекса потому что у нас в современных блоках питания с молексами проблема если нам надо один вентилятор поставить то мы просто с вами поставим вентилятор это у меня на 92 сюда мы его установим лучше конечно на 80 но на 80 у меня закончились еще есть какие варианты можно поставить 2 больших вентилятора по опыту скажу что 2 больших вентилятора обдувают хуже чем 3 маленьких поэтому от такой схемы охлаждения лучше отказаться если изначально покупаете вентиляторы лучше брать маленькие ну и вот я взял на пробу мощный вентилятор то есть очень скоростной и проблема такая что когда вентилятор крутится воздуха снизу не хватает площади чтобы объем воздуха мог пройти и получается обратный эффект что воздух давится назад а охлаждает он даже хуже чем обычный вентилятор то есть такие вентиляторы надо ставить чтобы с этой стороны было большое пространство и воздух мог проходить вперед а его не выдавливало с верхней стороны вентилятора так ну что приступим первым делом что нам надо нам надо вот этот вентилятор зафиксировать потому что под действием воздушного потока который у нас будет еще создаваться этим вентилятором он периодически будет раскручиваться и иногда будет происходить резонанс то есть треск и неприятные звуки вот этот вентилятор следующий у нас на очереди если у вас видеокарта без гарантии можно этот вентилятор расковырять купить новый вентилятор они продаются отдельно на Алиэкспресс либо поставить сюда такой же вентилятор на 80 при этом вот этот убрав в идеале новый вентилятор утопив вот сюда как он стоит тогда будет максимально эффективное охлаждение то есть воздух не будет теряться воздушный поток по сторонам а будет конкретно проходить через радиатор охлаждения так как мы с вами зафиксируем крыльчатку нашего вентилятора способов много кому какой нравится можно стяжкой можно просто вот сюда ее воткнуть в идеале конечно ее надо как-то так воткнуть чтобы она у нас еще при этом жестко стояла и не мешала нашему новому вентилятору давайте попробуем под низом пропихнуть ее что она пройдет под низом она не проходит чтобы вот закрепление вентилятора тогда можно сделать вот здесь вот здесь у меня крыльчатка крепления дает маленький зазор я могу вот так ее здесь провести и вот здесь зацепить все это дело плоскогубцами все вот я ее завел и теперь в идеале конечно надо сделать наоборот чтобы здесь у нас не выпирал наш узел которым мы завяжем мы просто этот узел сделаем снизу все получили переворачиваем пропихнули точнее переворачиваем и здесь даже я вот через сделаю через выход трубки теплопроводной вот в таком плане я закреплю наш вентилятор чтобы он у нас не крутился все вентилятор жестко стоит будем надеяться если мы это не зацепим рукой проволочкой это никуда не соскочит даже если соскочит ничего страшного так теперь нам надо прикрутить наш вентилятор в идеале чтобы он стоял по центру то есть вот эта была напротив вот этой все вот так я его сделал примерно прикинул где я буду закреплять закреплять его буду вот здесь с этого угла закрепляем просто берем проводим через это отверстие сильно пока не затягиваем потому что надо будет отцентрировать с другой стороны и с другой стороны также через это отверстие я завожу пытаюсь завести да вот все она зашла здесь ее проволока у меня длинная то есть можно про и через верх пропустить через верх вентилятора ну тут сверху сейчас примерно отцентрировав вот так чтобы он ровно стоял здесь сейчас беру просто и закручиваю эту проволоку и теперь закручиваю с этой стороны уже заново ее раскручиваю и закручиваю чтобы она более-менее жестко стояла и вентилятор у нас никуда не гулял все ну вентилятор конечно чуть-чуть вниз у меня ушел в идеале можно еще вот здесь в это ухо пропустить тогда он туда чуть-чуть натянется но ничего страшного то есть это все равно лучше чем когда этот вентилятор не крутился вообще из-за этого были повышенные обороты вот этих вентиляторов которые тоже вот скоро придется его поменять практически не крутится вот этот еще идеально крутится то есть он как определять что он хорошо работает когда вот он останавливается он должен делать влево-вправо тык-тык значит все в нем нормально смазка смазка в нем присутствует и сила трения очень маленькая также можно вот так как за крыльчатку вверх-вниз подымать иногда это помогает смазка где-то с одной стороны собирается вверх-вниз подымаем она попадает по всей оси и вентилятор сейчас чуть лучше нет особо не лучше но иногда вот этот способ помогает так ну и последний момент то есть вот у нас есть два тут два разъема крепления разъем крепления в материнскую плату и разъем крепления в обычный молекс то есть если мы подкрепим в обычный молекс обороты у нас максимальные если мы крепим в разъем крепления материнской платы это что у нас вентилятор 92 полторы тысячи у него всего оборотов то есть не очень скоростной вентилятор если его крепить допустим к разъему питания системы то возможно он будет крутиться не на полторы тысячи а там на 750 оборотов потому что регулируются обороты если вы хотите по максимуму чтобы он крутился то есть материнка видеокарта грелась меньше вентиляторы два оставшихся тоже крутились на меньшей скорости это соответственно дольше и хватит поэтому надо зайти в настройки биоса материнской платы и выставить пределы работы вентиляторов на максимальное то есть 100% в каждом материнке делается по своему есть практически в любой современной где используются такие питаловые все сейчас я эту видеокарту поставлю и она у меня продолжит продолжит работу вот так после того как она у меня срок гарантии начнет подходить к концу я наверное ее отправлю и мне там поменяют уже блок на блок вентиляторов на новый может быть заменят только вот эти которые вышли из строя не знаю посмотрим все всем пока чтобы вентиляторы у вас не ломались ну либо вот так можно продлевать жизнь видеокартам